В этом ролике я попаду в тюрьму и покажу, как нужно отбывать срок, что там нужно делать и чем можно заниматься. Видео будет максимально интересное и я от вас хочу увидеть максимальную поддержку. Давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков. Ну а для тех, кто планирует играть на проекте Мазин Хори Плей, есть, конечно же, мой промокод. Его можно вводить на любом серваке, вводите промокод Палканов, качайте уровень и получаете 450 тысяч. На самом деле, ВСИН это очень большая такая организация и мне она очень сильно понравилась. Да, я был со стороны, получается, именно заключенного, со стороны сотрудника я еще не был. Если на данном ролике вы покажете хорошую активность, то я постараюсь устроиться в данную организацию уже от лица сотрудника. И также вам показать всякие системы и что вообще можно сделать заключенным. Надеюсь, данный ролик будет вам интересен. Поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Я предлагаю пойти сразу на лесопилку, я вам покажу, как я работал, то есть, и за эту работу дают, как бы, разные предметы. Вот вы подходите, просто берете, нажимаете, берете бревно и идете, получается, вот в это здание. И за это вы можете сокращать свой срок отбывания. И за это вам еще даются всякие плюшки. Пачка сигарет, всякие там карты и так далее. И потом за эти плюшки можно будет выходить из тюрьмы, бронежилеты. Для меня ломка началась, это самое печальное, подсвечу, может быть. Потому что, когда вы попадаете в тюрьму, вы не можете пользоваться наркотиками. Вот эта работа очень понятна, как бы, ничего сложного, просто перетаскиваете и все. Вот, получается, здесь мы можем прочитать всю эту подробную информацию, что нам нужно делать, для чего это нужно. Текущая работа заключается в том, чтобы заключенные использовали бревна для изготовления различных изделий. В зависимости от сложности изделия будет меняться награда за изготовление. Качество бревна влияет на то, развалится ли дерево при работах или нет. Бревна среднего качества с шансом 10% могут развалиться. При таком раскладе награду вы не получите. Я просто поближе все добрал. А оказывается, разница все-таки есть. Получается, есть еще одна работа. Я здесь еще не работал, давайте попробуем. Ну, я думаю, функционал, в принципе, такой же самый, как и на лесорубах был. Поэтому, я думаю, разницы особо, в принципе, не будет. Но здесь, кстати, нету, знаете, подсказки, типа, что здесь нужно делать там и так далее. На лесорубах, как бы, можно зарабатывать всякие предметы. А что здесь зарабатывать, я, как бы, так и не понял. Здесь, как бы, работа посложнее, чем на лесорубах. И здесь, соответственно, должна быть награда поинтереснее, думаю. Ну, что же, остается, получается, пару секунд. И мы посмотрим, что мы вообще за это получим. Так, 3, 2, 1, и... И все, и ничего, пацаны. То есть, здесь, походу, вообще ничего не падает. Может, я что-то не понял, конечно, но... Здесь никакой инструкции, никакой подсказки нету. Но, и вы сами видели, то, что я за это ничего вообще не получил. Я всего лишь получил минус одну минуту, получается, от своего срока. Ну что ж, теперь давайте я вам покажу кухню. Что здесь, как бы, нужно делать. Как бы, есть, пацаны, скилл повара. Давайте я вам покажу. У меня, видите, 0. Из 3, 1. То есть, я еще ничего не готовил. Поэтому давайте приготовим. Берем из холодильника еду. Потом нам ее нужно пойти почистить. Потом нам нужно пойти ее помыть. Положить в тарелку и приготовить. Я вчера пробовал, но до конца я это действие, в принципе, не делал. И на плиту ставим, короче, и ждем. И посмотрим, будет у нас вообще скилл меняться или нет. Опа, опа, па. В принципе, ничего сложного. То есть, система такая же самая, как и везде. Не, ну, кстати, удобно сделано. Просто мышкой перетаскиваете. Все, сейчас процесс пойдет, и мы будем готовить, получается, еду. Здесь, оказывается, еще нужно вовремя еду забирать, пацаны. Поэтому не право флите. Так, готовка идет. Главное не перегреть. Но пока что за это я получил всего лишь там сокращение срока. И давайте посмотрим, поменялся ли наш скилл. Вот, получается, повар. Да, поменялся, пацаны. Скилл повара можно как бы качать. Я думаю, можно будет его прокачать. Как бы 31 раз надо еду приготовить. И какой здесь скилл максимальный? Скорее всего, где-то 10. То есть всего 10 скиллов повара, и я думаю, можно будет взять его вкачать. А, да, пацаны, вот как бы пишется награда, типа, сколько сокращение срока будет. Блин. А я не успею показать. И что делать? Я не успею показать все, что хотел. Вот это, пацаны, проблема, да? Теперь мне придется обратно в тюрьму садиться, чтобы как бы, ну... А, вот, получается, есть вот такой вот персонаж. И у него можно обменивать всякие предметы. И за 10 пальцев сигарет можно сократить заключение на 15 минут. За крестик ручной работы, пацаны, можно повысить, получается, свой авторитет. Одни перекидные щетки, это 5 минут сокращение. Так, Матровская тишина. Это, получается, бронежилет. У меня их два. Ну, как бы, я не знаю, зачем мне бронежилет, поэтому пока что я его использовать не буду. Так, карта Бутырка, пацаны. Вы можете обнять одну карту на одну отмычку. Так, черный дельфин. Ключи от замков будут храниться у вас в интере. Оооо, это, пацаны, уже... Это уже солидно. Короче, пацаны, вот эта карта, ебать, кресты, она самая такая мощная. И из-за нее вы просто выходите из тюрьмы и получаете еще донат. То есть, я ее еще не находил. Мне кажется, это очень редкая карта, поэтому вот, в принципе, как-то так. Ну что ж, дамы и господа, я ради вас еще раз решил сесть, получается, в тюрьму. Показать вам все остальное. И следующее, что я хотел вам показать, это, получается, церковь. И давайте помолимся, в принципе. И посмотрим, получится у нас что-то или нет. Не, ну, выглядит, пацаны, это, конечно, мощно прям. Очень мощно выглядит. Прям церковь очень хорошо сделана. Вы помолились, телефон, теперь вы можете пользоваться им на территории... Есть, пацаны. Я, пацаны, короче, выиграл телефон. Ну, как выиграл? Ну, типа, мне фортануло. Я теперь могу телефоном пользоваться. Алло, я телефон выиграл, братан, в тюрьме. Ты выиграл телефон, в тюрьме? Да, я могу звонить теперь. Нихуя. Я помолился Богу, мне телефон дали, влекинь. Что, мне тебя, это, навести, пирожки принести? Давай, пирожки с салом, понял? Давай, еду. Давай, полный елик загрузи. И понял, через забор будешь не кидать, я буду ртом ловить. С Максимом попиздели его. Ебать, охуенно, я могу телефоном пользоваться, пацаны, прикиньте. Вот это мне фортануло. Так что, пацаны, почаще сюда приходите, может, вам тоже, как бы, фортанет. Опа, 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 давай, пошел, 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 давай! Ух, ебать. Ух, ебать, как ебаш он, нахуй. Ебать, меня же палит. Ты что, ебать, они для кого это сделали, блядь? Я же, сука, заключен, а не спортсмен, нахуй. Блядь, рука болит. Ебали в рот. Я, пацаны, не дрочил, ебать, на это пиздец. Фух, ебать. Вот это тяжко было. Вы завершили тренировки на турнике, ваша сила немного повысилась. Приходите в следующий час, чтобы потренироваться. Это хорошо. Вот эта информация. На что стрима, не знаю, сейчас видос снимаю. Подписчик, пацаны, подписчик. Кеннеди, Джон Кеннеди, тебе огромный привет. Да, ты в видосе, братанчик. Тут, кстати, можно мусор убирать, но за это ничего не дают, поэтому... Я не знаю, для чего это сделано. Просто, как бы, бегаете и убираете мусор. Сейчас баньку растопим, ебать, будут вообще чики-пики. Сейчас попку попарим, и будет все красиво. Банька, парилка, ебля и горилка, как говорится. Опа. Та ты шо? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мамма миа. Мамма миа. Так, тихо-тихо. Где там переодеться надо? Еще бы венечка, меня кто-то бы переебал, и, бать, вообще было бы нормально. На самом деле, прикольно то, что все-таки это тюрьма, но хоть какие-то, знаете, более-менее нормальные условия здесь есть. Не знаю, позаниматься спортом, там, сходить в церковь. То есть, реально, они сделали очень хороший функционал. То есть, здесь есть чем заняться. Я уже третий раз сюда сажусь специально, потому что мне здесь нравится. Как будто отдельная игра просто. Отдельная игра, типа, знаете, симулятор ебать тюрьмы. И здесь реально прикольно. И я, возможно, попробую попасть, получается, сюда в роли работника. Не в роли заключенного, а в роли работника. Если вы на этом ролике наберете много актива. Мне кажется, здесь будет такая, знаете, своя атмосфера. Потому что сейчас сюда никто не ходит, все заняты ивентом. Мало кто сюда попадает. А потом, я думаю, когда уже ивент закончится, когда уже люди вернутся в обычную жизнь, так сказать, будут попадать в тюрьму. И здесь будет, знаете, такая своя атмосфера, свои люди. И поэтому здесь будет реально круто. Так, подождите, ПД-чика, ну погнали сейчас нычки посмотрим. Может, это заспавнилось? Я просто так и не понял, как это работает. Типа, здесь есть нычки, и там периодически что-то появляется. Но когда это появляется, никто не знает. И нигде это не написано. Может быть, что-то здесь завалялось, пацаны, мало ли. Так, сейчас быстренько все нычки проверим на всякие пожарные. Просто, пацаны, ночью находили здесь всякий лут. Но, может, типа, эта ночь только спавнится. Может, днем такого нету? Просто вот эти нычки, пацаны, это тоже тема. Здесь, как бы, можно что-то найти. Но хер по ми, когда это все появляется, и когда это спавнится. Да, пацаны, печально, конечно, то, что ничего нету. Если кто-то знает, пацаны, когда появляется лут в нычках, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ну, нету этой информации, как бы, никто об этом не знает. Можем еще пойти в библиотеку посмотреть. Ну, здесь, короче, пацаны, надо книжку читать 6 минут, чтобы вам дали награду. Ну, типа, сидите, типа, листаете, там, читаете. Можете реально почитать, потому что, ну, читать, пацаны, это нормально. Как бы, в этом ничего такого нету. Ну, что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я постарался вам показать все нюансы, как бы, данной фракции. Ну, со стороны, конечно, заключенного. Я вам показал, чем там можно заниматься, как можно добывать свой срок, и как можно менять всякие плюшечки на интересные вещи. Я надеюсь на вашу максимальную активность под этим роликом, потому что я очень старался. Я снимал это видео несколько часов, потому что попасть сюда, как бы, не сложно, но, как бы, там заключение происходит не особо долго, и я хотел вам прям все показать, и поэтому за эту серию я три раза был, получается, в тюрьме. Я думаю, теперь вы знаете, что, как бы, делать, если вас посадили, поэтому я вам, надеюсь, чем-то помог, что-то подсказал там и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.